Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Вы, наверное, уже знаете из своего жизненного опыта, что невежество рождает очень много проблем. Как лично для человека, так и для стран в целом. То есть невежество целых категорий населения, невежество целых народов рождает большие потом потрясения и проблемы. Невежество в сельскохозяйственной области мы стараемся искоренять при помощи нашего опыта, который мы получаем и с которым бескорыстно делимся с вами. Освещая те или иные вопросы, которые нам вы задаете и которые мы в своей деятельности сами получаем опыт и находим какие-то ответы и даем их вам бесплатно. За мной сзади, видите, вот это. Это кормозаготовка этого сезона в нашем КФХ Гирифорд. Заготовлено более 1300 сейчас рулонов сеножа и это говорит о том, что в принципе это вот нам впритык. Ну с учетом того, что до начала стоилового сезона мы еще будем продолжать кормить коров этим же заготовленным сеножом. И старым у нас есть еще старый, прошлогодний. Вот, то в принципе мы так выходим на такой баланс. И еще у нас есть примерно 25 гектаров нескошенного гороха и примерно около 40 гектаров нескошенного полевого гороха. Ну, вики, пилюшки, который в принципе готов по состоянию к скашиванию и сеножированию. Задается вопрос мне о том, почему вы не покупаете силосоуборочный комбайн, почему вы не заготавливаете корма в траншею или в силосный курган. Я отвечал на эти вопросы, но еще более, может быть, сейчас точно хочу ответить. Опять-таки, это будет вам информация для преодоления невежества в этом вопросе и для того, чтобы понимать, какой выбор сделать вам по поводу заготовки кормов. Я про невежество говорю не просто так, потому что я видел кучу комментариев, которые говорили, когда видели, как мы заготавливаем горох. Задавали вопрос, а он же будет греться в рулоне, что же вы делаете? Вы мокрый горох заготавливаете, неужели он не будет греться? Но это говорит о том, что человек не знает вопросов корни, то есть он вообще не видел такого способа. И вот этот вопрос я и освещаю. Есть два вида таких кормов, ну кроме сена. Сена всем понятно. Вот это сенаж и силос. Это два различных способа консервации. При сенаже влажность заготавливаемой массы составляет примерно 55%. Примерно. Она может быть 45%, она может быть 40%, она может быть 60%. Но вот в этих вот пределах примерно получается заготавливать сенаж. То есть консервантом в этом случае выступает частично сухость массы. И при таком сенажировании, при такой влажности образуется, идет сенажирование по сухому так называемому процессу. И получается именно сенаж, а не силос. Силос, как правило, заготавливают из силосируемых культур, которыми является, ну как правило, классический силос, это кукурузный силос. Вот. И, ну или суданку, или тритикали, или рожь используют для силоса. Так вот, при заготовке силоса происходит скашивание массы, ее измельчение с добавлением консервантов, если это делается. Как правило, на кормо-уборочных комбайнах ставят форсунки для добавления консерванта. И прессование этой массы в курган или в силосную яму тяжелыми тракторами. И там масса идет влажности фактически той, которой она росла. А растет обычно травы влажностью около 70% и 70-75%. И вот, вот такая влажность, то есть фактически масса, из которой течет вода, вот, идет на силосование. Там идет силосование и ферментация по, уже по циклу, связанному с большим количеством влаги. И используются совсем другие бактерии, идут в работу. И вот, но и в том, и в том случае есть задача максимально уменьшить количество влаги, ой, количество воздуха в массе, которая подвергается прессованию и хранению будущему. Значит, в случае с сенажом, массу, которая, если прессовать таким образом, как силос, сенаж, то будет очень плохо получаться. Почему? Потому что масса полусухая, она пружинит. Ну, вы знаете, как пружинит солома, например. Она пружинит, она не подвергается. То есть, ты ее прижал, она опять разошлась. Вот, поэтому спрессовать хорошо сенаж и выдавить из него воздух очень тяжело. Поэтому, а спрессовать более влажную массу, типа кукурузный силос или там силос из тритикали, относительно просто, потому что она влажная, она хорошо прессуется и остается в спрессованном состоянии. То есть, она не поднимается потом. Вот в чем суть и разница. Поэтому, когда прессуют сенаж, его правильнее прессовать при помощи пресс-подборщиков, которые могут работать по сенажу. Это, как правило, не ПРФ. Некоторые мне пишут, что прессуют сенаж ПРФом. Ну, я не знаю, какого качества получается корм, потому что ПРФ не может технически спрессовать рулон до той массы, до того состояния, когда, ну, ты кулаком бьешь и бьешь, как будто бы в камень. Вот так должен быть спрессован сенаж в рулоне. Вот именно пресс-подборщик позволяет это сделать. Во всех остальных случаях прессования массы силоса используются тяжелые трактора, типа Кировец, Джон Дирест, тяжелые. ДТ-шку используют некоторые, но это не совсем правильно, потому что у ДТ-шки, наоборот, широкая гусеница, она предназначена для уменьшения давления на почву. И вы таким образом, как бы, получается, ну, я не знаю. Ну, короче, нужно прессовать желательно колесными тяжелыми тракторами. Еще ставят утяжелители и так далее. Вот это прессует. Значит, один процесс заготовки корма и другой отличаются в корне, в корне по-разному. Вот. Например, заготовливают сенаж в рулоны, как мы делаем это сейчас, и обмотка пленкой для обеспечения отсутствия воздуха и начало процесса ферментации в безвоздушном пространстве полусухой массы. Вот этот процесс требует наличия пресс-подборщика, который может работать по сенажу. Это пресс-подборщики или импортного производства, или вот компания Ферратор Механик в Перми производит сейчас такие пресса. Есть пресса КРМЗ, есть навигатор, они устаревшие, ну, тоже могут работать по сенажу. Вот. И вот этими прессами прессуются рулоны влажные. Не позже двух часов их нужно привести к месту хранения и обмотать. Желательно делать эту обмотку на месте хранения, потому что если вы обмотаете их в поле, то есть шанс порчи пленки при падении рулона из обмотчика на стерню, на острые стерневые остатки. И потом при перевозке есть возможность, что вы их испортите. Нужны специальные захваты, которые не портят рулон, и то это все равно не очень хорошо. Поэтому где обмотали, там и оставили на хранение. Вот это единственный способ. Какие здесь плюсы? Плюс здесь такой, что вы возите, во-первых, уже спрессованную массу, она уже в пресс-подборщике спрессовалась и уже является концентрированной. Если же вы везете массу силоса, силос возится вспушенным из-под комбайна. Комбайны есть прицепные, есть самоходные, но все равно они бросают массу в таким вот хоботом, бросают прицеп. И это масса вспушенная. Значит, вам нужно большое количество прицепов, и вы должны возить массу неконцентрированную. Потом, значит, когда вы привозите, начинаете обматывать, обмотчики бывают двух типов. Бывает скоростной обмотчик, который делает вот такие, как у нас, видите, сосиски длинные. И есть обмотчики индивидуальные. Вот он стоит у нас. Я вам покажу сейчас. Вон он, зелененький. Вот это индивидуальный обмотчик. Который обматывает рулоны индивидуально. Индивидуально при обмотке индивидуально тратится в два раза больше пленки. Вот. Значит, одного рулона пленки стоимостью примерно около 8 тысяч рублей сейчас по нынешней цене хватает для обмотки примерно 32 рулонов сенажа в сосиске. Или 18 рулонов в индивидуальном обмотчике. Вот в этом. Значит, вот зелененький вот стоит. Значит, такой вид заготовки, как мы делаем в сосиску и в упаковку, кроме плюса, что я сказал, мы возим концентрированный корм, и нам не нужно много транспорта, больших прицепов, большого количества людей и тракторов для перевозки, еще имеет тот плюс, что мы можем работать частями. То есть, мы можем разделить поле на много частей, которые нам позволяют, исходя из длины перевозки, работать, разделить на такие части, например, по 10 гектаров. Скосили 10 гектаров, ну опять-таки, конечно, исходя из урожайности. Скосили 10 гектаров, подсушили 1-2 дня. И если это, почему многие говорят, что же у вас там получится, вы 1-2 дня сушите, оно у вас вообще в труху превратится. Да нет, мы же сушим горох, он быстро не высыхает. Или там рожь весной в мае, какая рожь весной, она очень сочная, у нее много воды, поэтому ее сушить, высушить за 2 дня невозможно. Это хорошо сушить 2 дня, если погода даст. Так вот, и вот такими вот порциями мы эти убираем, например, в день 100 рулонов сделали, в один день, например. Ну, в среднем мы делаем около 70 рулонов в день. Вот, и эти рулоны мы обматываем уже, все, и у нас они уже хранятся до потребления. Для того, чтобы они лучше сохранились, мы сверху еще укрываем старой пленкой с прошлого года, укрываем их сверху для защиты от птиц. И вот такими частями мы можем работать, исходя из погоды. Самое главное, что нам, получается, для уборки нужно всего лишь там 2 погожих дня. Если же вы заготавливаете силос, вам нужен большой объем людей, тракторов, прицепов, для того, чтобы за один, максимум 2 дня, скосить все поле, пусть это будет 100 гектаров, 200 гектаров, неважно, и перевести его в эту силосную яму, которая, кстати, тоже денег стоит. Мы говорим, что здесь пленка денег стоит, а силосная яма тоже денег стоит. Сколько там бетона, стенки сделаны должны быть, подъездные пути забетонированы, чтобы грязь не нанести в этот силос. Вот, все это должно быть сделано хорошо, и вы должны за короткое время все это перевести. Если вы прекратите заготовку и трамбовку этого силоса, то и не укройте его в промежутке, или это все дело попадет под дождь и так далее, у вас есть шанс потерять все корма, которые вы заготавливали с этого поля. И таких примеров очень много. Что люди при нарушении технологии заготовки силоса теряли корма, и которые больше не прирастали, потому что заканчивался сезон. Вот, и вынуждены были проводить целый сезон на покупных кормах, что делало их, смысл их деятельности фактически сводило к нулю. Вот, вот такой вот, такая вот разница, и такие вот разные подходы. Как бы ни казалось, что проще заготовить массу в силос, если вы начнете считать хорошо, вы поймете, что вы сэкономите немного. Может быть и сэкономите. И тут идет вопрос о размере хозяйства, о размере, о количестве людей, которые могут работать одновременно, привлечены быть к процессу заготовки кормов, и к тому, сколько у вас техники, тракторов, прицепов и так далее. Вот, поэтому вот в нашем случае, когда у нас фактически работает семья, и максимум один работник со стороны нам помогает в заготовке кормов, мы работаем, фактически заготовка кормов мы делаем втроем. Я, Дима, и вот наш работник Александр Шилов. Вот, и все, мы вот эти, вот эту работу выполняем. И заготавливаем. Вот сейчас у нас фактически 18 июля, и мы уже, можно сказать, заготовили корма для себя. Дальше, вот сейчас дальше, мы будем те поля, про которые я сказал, заготавливать для продажи. И для своего запаса в случае неурожая в следующем году у нас будет какой-то запас, который позволит нам до середины лета прожить. Вот, даст Бог нам заготовить сейчас корма на продажу. И вот эта вот продажа фактически нам окупит стоимость пленки, и мы фактически корма по пленке нам окажутся, ну, бесплатные, по пленке именно. Количество рулонов и стоимость пленки я вам сказал. Делитесь, считайте, поймете, сколько пленки уходит на каждый рулон. Еще один аспект, разница между силосом и сеножом. Я хочу, сеножом в упаковке это подчеркиваю. Хочу вам объяснить, что когда вы достаете корм из упаковки, если рулон не был нарушен сверху, не было никаких повреждений, там царапин от птиц, там и так далее, то у вас отход может быть, ну, совсем небольшой. Я бы назвал отход максимум от сеножа в упаковке максимум 5%, а то может и меньше. Порча какая-то бывает по краю, по торцу бывает, бывает. Но если вы работаете с силосом, вы знаете, я знаю, что у нас одно хозяйство большое, вскрышку так называемой, ну, то есть верхний слой порченый силоса продавало даже по какой-то бросовой цене хозяйством, у которых не было кормов. Ну, сами не кормили коров своим вскрышкой, потому что это порченый корм. Вот. Он много портится, и тоже отход очень большой. Плюс, если вы, у вас хозяйство относительно небольшое, и вы открыли эту силосную яму, вам надо ее потреблять, надо тратить как можно быстрее, иначе у вас вот этот вот торец открытый тоже будет портиться. И я знаю хозяйства, у которых, которые не попадали по трате с ну, не совпадала у них трата. Трата была меньше, чем то, что яма была открытая, и тратилась, портилась масса. Поэтому тут очень важный вопрос, чтобы не портилась. Многие спрашивают о замерзании сенажа в упаковке зимой. Не замерзает. Я вам говорю, при минус 25 есть наше видео, найдите наше видео, посмотрите. и там найдете, я показываю, какое состояние сенажа при минус 25. Он не замерзает. Он состояние может в крайнем случае быть такое, как где-то, примерно как у мороженого. То есть, он отделяется, все рассыпается, колом не стоит. Вот это вот нормальный сенаж, который заготовлен при правильной влажности. Он такой вот и будет. То есть, он зимой не замерзнет. Зимой открытый рулон не портится вообще. То есть, может быть, сколько хочешь. Летом открытый рулон сенажа и не разобранный на части будет портиться. Но, если вы его разберете, растащите вилами на части, то он будет высыхать и будет превращаться фактически в сено. Значит, рулон сенажа весит примерно при заготовке размером 1,3 на 1,2 метра мы заготавливаем. Получается весом примерно 600 килограмм. 600, может быть, больше. Но мы взвесим как-нибудь, особенно с нового пресса пермского. Мы взвесим эти рулоны, потом вам скажем. Вот. И вот такой вот, ну, как правило, сенаж имеет приятный запах и он поедается скотом намного лучше, чем сено. То есть он поедается фактически в ноль, ничего не остается. Естественно, это дает хорошие прибавки к молоку, к надоям. И поэтому тот, кто покупает, например, у нас сенаж, очень, ну, доволен тем, что он глобально изменил свои надои и свои результаты работы вообще и по мясному скоту тоже. Мы кормим бычков сенажом, ну, иногда добавляем зерно, даем сейчас зерна много, поэтому сейчас даем. Раньше не давали. Но вот на, даже на сенаже, просто на сенаже они очень хорошо прибавляют вес. Поэтому без всякой зерновой или концентрированной добавки. Вот, вот, вот такой момент. Значит, вот, опять-таки, я вот это все так подробно рассказываю, уже трачу 19 минут времени вашего на просмотр этого видео, повторяю многие вещи, которые я уже говорил, именно для ликвидации нашего невежества, чтобы вы понимали, что, где и как. Я удивляюсь, я, мы рассказываем про пресс-подборщик, и в следующем видео буквально инженер объясняет, рассказывает, о, почему даже назвали этот пресс так, сколько он стоит и так далее. А люди смотрят одно видео, они посмотрели другое, говорят, а сколько стоит пресс? я вас очень прошу, возвращайтесь к нашим старым видео, смотрите их, пересматривайте, вы найдете много для себя открытий каких-то, которые вы не знали или знали и забыли, и будете только, только хорошее получать с этого. Так вот, и получается, что заготовка сенажа в упаковке в рулоны позволяет хозяйством размером, небольшим размером, с небольшим количеством трудовых ресурсов, с небольшим количеством техники заготавливать качественные корма и получать от них максимальную отдачу. Заготовка силоса, как правило, подходит для больших хозяйств, которые имеют большое количество трудовых ресурсов и техники и может заготавливать быстро большое количество кормов в концентрированном виде, как бы за короткий промежуток времени. Вот это разница одного и другого, чтобы вы понимали. Все, глобально, ну, еще один вопрос я скажу, но я не могу его до конца оценить. Я считаю, ну, я так считаю, что силосный корм все-таки хуже для коров, чем сенажный, потому что сенаж может являться монокормом и может использоваться круглый год как один и тот же корм и он не влияет на состояние животных. Силос, как я понимаю, это корм более низкого качества, более низкого содержания питательных веществ и он требует все-таки каких-то добавок, которые бы изменяли состав корма, не приводя его, что кормить только силосом. коров нельзя кормить только силосом. Хотя, опять-таки, я это говорю не как специалист, потому что я не кормил коров силосом, я не буду вам про это говорить. Значит, еще одно замечание. Не всегда у нас получается заготовить корма именно сенаж при той влажности, которую я сказал. То есть, она не всегда идеальна. То есть, 55%, которое требуется как по научной характеристике, это не всегда получается. То есть, мы заготавливаем, подходим к полю, начинаем заготавливать сенаж, а тут жаркий день. Например, первая порция, которая даже еще с росой идет у нас, например, влажности 60%, последняя порция может идти влажности 40%, потому что конец дня уже все еще сильнее высохло. Вот, поэтому мы делаем, мы все равно это все заготавливаем и потом смешиваем, берем рулоны из сухой партии, из мокрой партии. И вот эти смешивания в кормораздатчике рождает как раз то среднее состояние, которое нам надо. Смешивание сенажа с концентрированным кормом, то есть, размолом зерна, солью, шротом в кормораздатчике позволяет частичкам этого концентрированного корма прилипать к влажному сенажу и происходит потребление коровой сенажа вместе с концентрированным кормом как бы в смешанном виде. Таким образом, лучше усваивается полезная часть из концентрированного корма, хотя мы понимаем, что размол он не дает такого эффекта, как расплющение, но не важно, как бы мы даем просто больше размола, можем себе позволить, у нас есть это зерно, вот, мы сами его заготавливаем, поэтому, но вот такое смешивание улучшает усваиваемость концентрированного корма, вот, чем, в отличие от того, что вы просто посыпите сверху корм, грубый корм посыпите концентратами, вот, потому что тогда концентраты, как правило, пойдут отдельно от сенажа, ну, или сена, вот, вот это еще один плюс сенажа, как бы, ну, вот, вот я почти все вам рассказал, вопросы будут, ну, задавайте, но я еще раз прошу вас обращаться к нашим старым видео, где вот эти вещи, которые я говорю сейчас, я рассказываю в процессе заготовки, найдите видео, где мы показываем, как мы обматываем, в этом году есть неплохое видео, там рассказано и показано, как мы заготавливаем горох на сенаж, то есть, от скашивания до упаковки, фактически есть, посмотрите, там весь процесс расписан, и он, он довольно простой, и он доступен для каждого хозяйства, фактически, вам нужно, фактически, в отличие от сена, иметь обмотчик и пресс, который может работать с сенажом, вот и все, мои дорогие подписчики, на сегодня я и так потратил 25 минут, надеюсь, я сказал что-то полезное, кто видел и кто знает то, что я говорю, простите меня, кто не знает тот узнает и я думаю повторение мать учения спасибо вам за все здоровья вам крепкого мирного неба успехов заготовки кормов здоровья вашим животным и всем вашим семьям любви и мира вам спасибо вам за все спасибо вам за все